Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео покупочка лошади подписчику. И в этот раз конкретная покупка определенной породы, которую попросил этот человек, это покупка французского селя. Так что мы все равно пойдем в конюшеньку, познакомимся с лошадками и с самим персонажем, послушаем его интересную историю и уже отправимся выбирать, какую же масть французского селя мы купим данному персонажику на этот аккаунт. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Очень интересный персонаж по имени Богумила Алмундай, как вы видите именно на английском, да неспроста этот человек живет не на привычных нам серверах, а на совершенно другом, о котором вы возможно даже никогда не слышали. Я озвучивать его не буду, но сам факт, ребята, черника, папа и роза этому человеку, к сожалению, не знакомы. Конюшня у этого человека небольшая, но тем не менее родная и очень любимая. Давайте же познакомимся, что же это за персонаж. Богумила Алмундай, с 6 лет она любит лошадей, конным спортом начала заниматься, когда ей подарили коня по кличке Дэнс Бьюти. Сейчас у нее есть своя небольшая конюшня с лошадьми разных пород, с которыми она выступает на соревнованиях. Вот, в принципе, и вся история, но все равно давайте посмотрим. Я вначале подумала, что Дэнс Бьюти это, как обычно, бывает началочка, однако нет, в этой истории Дэнс Бьюти это вороной арабчик. Ну что ж, очень даже симпатичное имя, оно ему подходит, мне кажется. Да, и этот человек попросил как раз купить ему французского селя, но неизвестно какой масти. Мне очень непривычно снимать это видео, потому что обычно я смотрю на персонажа, пытаюсь как-то его прочувствовать, понять и подобрать несколько лошадей, именно пород. А здесь нам просто сказали, какую породу непосредственно нужно пойти и купить. Вот, это очень необычно, это очень-очень странно и непривычно абсолютно совсем. Ну что ж, отправляемся тогда в хозяйство Серебряной Поляны. Ну а также есть некоторые уточнения. Мне скинули две масти, которые покупать нельзя. Также имя должно быть на русском языке. Амуницию подобрать из шкафа. Кстати, про прическу мне ничего не написали, поэтому, видимо, оставлю самую родную причесочку. Человек специально не покупал французского селя, потому что хотел, чтобы это сделала именно я. Но, тем не менее, гнидую и вороную масть мне запрещено покупать, так как она, видимо, хочет уже купить их самостоятельно. А от меня хочет увидеть как раз-таки интересный эксперимент. Какую лошадь я куплю ей на аккаунт. В конюшне у нее очень разнообразные масти. Я увидела там и пегих, и серых, и, по-моему, рыжих, гнидых, вороных. И серые тоже были, и свето-серые. Так что очень интересно. В рюкзаке у нас все очень чистенько, все очень аккуратненько. То есть никаких там допсетов одежды нету. Поэтому я предполагаю, что вот этот образ у нее практически постоянен. Я так думаю, я так предполагаю. Так, ну что ж. Сейчас будем думать, будем смотреть. Мне лучше слезть с лепецанчика. И посмотрим все-таки, какие же породы, точнее масти из тех, что нам можно покупать. Мы как раз можем купить. Пегих, наверное, не знаю, рассматривать буду, не буду. Давайте поставим. Потому что если убрать гнидого и вороного, останется и греневый, серый в гречку, пегий, пинта. И как раз таки вот этот серенький конь. То есть не так по факту и много. Так, ну мы поставим, давайте сюда вот этого. Игреневого я как-то не вижу с ней. Мне кажется, он ей не подойдет, но в моих глазах. Поэтому я поставлю лучше вот так. Вот они, четыре коня, которые вносят меня в далекие дали мыслей, размышлений и раздумываний. Гречка, мне кажется, очень красивый. Несмотря на то, что это не чисто серая лошадь, она все равно выглядит очень светленькой. Прям такая то ли лошадь для принцессы, то ли для рыцаря на белом коне. Очень подходит. Если сделать ему ирокез, я просто вам покажу, мы его покупать будем в чистом виде, но все равно. То он похож как будто бы пегасик из Геркулеса. Хотя ирокез подходит многим светло-серым лошадям в ССО. Таким, как бельгиец, а еще лучше лепицаны, пасафина. Вот жалко, что пасафина светло-серого нету. Есть только магик, а стрижку ему нельзя делать. Но вот он прям, да, вот крылышки добавьте и будет самый, что ни наезд, симпатичный пегасик. Очень классный. Да. Ну, не знаю, с одной стороны смотрится, с другой стороны как-то непонятно. Потом идет вот этот серый. Пока что это мой фаворит на покупку для этого аккаунта. Его берут достаточно часто, потому что масть очень интересная. И хорошо смотрится с данной породой. Несмотря на, скажем так, очень критичное отношение к ее аллюрам. Большинство которых игроков ССО их принимают, именно, как и я, очень дерганными. Слишком энергичными. Слишком какими-то резкими. Но все равно эту лошадь покупают, потому что у нее очень красивый масти и красивая моделька. Пеггий, божечки, достань ты, пожалуйста, на месте. Вот об этом я и говорю. Гиперэнергичная лошадь. Но, с одной стороны, подходит. Ну, не знаю, мне кажется, не то немножечко. Немножечко, совершенночко, не то. Так, там стоят, смотрят какого-то коня. Поэтому мы давайте вместо серого поставим пинта. Ну, кстати... Если ты постоишь на месте, то ты дашь мне возможность тебя рассмотреть немножко. Ну, тоже, кстати, он подходит. Но у меня какое-то очень странное личное отношение к вот этим пеггим двум лошадкам. Потому что их берут настолько часто. Я их так часто вижу, что мне уже не хочется их покупать. Ну, потому что они просто абсолютно везде. Везде. Абсолютно везде. Ну, или мне просто так очень сильно везет. У меня на папайе. Так. Ну, наверное, давайте... Поставим уже вот так вот. То есть мы уберем вот этого пеггала. Поставим пинта. Ну, а здесь пусть стоит... Кто там в конце стоял? Ну, допустим. Не знаю. Пусть гнидой стоит. Ей я бы сходу купила воронову, наверное. Вот так вот прям сходу, сразу. Или же серенько. Я не знаю. По вашему мнению, кто ей подходит? На самом деле, я уже выбрала. Просто мне интересно еще посмотреть. Подумать. Может быть, меня как-то осенит. На какую-то другую масть. Ну, если честно, наверное... А хотя... А хотя... А хотя-то... Ой, как сложно. Нет, пожалуй, да. У меня есть выбор. Мне больше всего нравится серый. И вот этот пинта. Очень красивый. Это вроде бы караков... Пегава караковы. Господи, с яблоком. Ну, наверное, проще действительно называть это масть как-то пинта. Очень красивая лошадь. Она выглядит, конечно, поинтереснее, чем серый. Серый как-то сливается на ее фоне. Нет, вот, допустим, у меня есть персонаж, которому я точно, наверное, куплю вот именно вот этого серого. Но они прям там сочетают, что прям просто вау-бомба. Здесь вот что-то как будто не хватает. Наверное, вот если бы он был бы в темное яблоко... Вот это было бы, наверное, да. Вот это было бы идеальным сочетанием. Вот, допустим, такие... Вот есть светлые яблоки вот у этого араба. А я хочу такие же темные, допустим, на вот этого французского селя. Так, ну, слушайте, я не знаю, кого ее купить. Да, вот да-да-да. Вот друг на друга посмотрели. Так это впритык. Вот да. Кого из вас брать? Кто и подходит? И серый подходит. И пинта подходит. А-а-а, как это сложно. Сложненько-сложненько. Но, знаете, можно еще подумать в таком ключе. Давайте вместо гречки поставим вороного. И мы будем уже видеть, какие лошади у нее уже будут в конюшне. И кто был бы третьим. Нет, возможно, она потом купит себе еще и четвертого, пятого, не знаю. Но сам факт. Вороного гнидого она явно хочет себе купить. А вот третий конь, это, вряд ли, это мой уже выбор. Выбор остается за мной. Но серый, кстати, вот на их фоне как-то блекнет. Он какой-то не такой становится. Так, ладно, все, надо уже думать. Нельзя оттягивать время. Я решила. Действительно, если сравнивать вороного и гнидого, то им в компанию третий так и напрашивается лошадка, скажем так, с изюминкой. Или же с белыми пятнышками. Это вот этот Пинто. Красавчик Пинто. Менять стрешку я не буду. Мне про это ничего не написали. Очень интересные, конечно, у него халюры. Его спасает только шикарная сама по себе моделька и красивейшие масти. Ну, особое движение тоже. Но по сравнению со всем остальным как-то оно не особо. Классно смотрится. Да, давайте я буду покупать вот эту лошадь. Это будет взрослый. Посмотри на меня, пожалуйста. Ты вечно куда-то смотришь. Ты кто как... Встань, пожалуйста, на место. Боже, энергия из тебя прям так и просто и прет. Подожди, у тебя что, молния на лбу? Ты Гарри Поттер? Ну-ка, дайте мне другую стрижку. А, нет. Похоже, конечно, но это больше похоже либо на перо, либо на птиц, либо серп. Серп сразу так и нарывается. А я хочу, чтобы лето не кончалось. Так, ладно. Ну, знаете, наверное, это будет жеребец в моих глазах. И вот сейчас надо подумать над именем. А это я уже поделываю подольше. Потому что вообще не представляю, что... Какое имя должно сочетаться с этой мастью. СССР сегодня делает все, чтобы я купила кобылу. Объясню почему. В StarSable Online в русской локализации действительно очень маленькое количество окончаний. Оно безумно маленькое. Прям настолько маленькое, что, наверное, имена у всех для коней примерно одинаковые. В особенности, если вы не забиваете на окончание. Например, амбициозный или амбициозный. То вы, конечно же, следите за окончанием. Но в СССР чаще всего имя имеет лишь один род. И по большей части, к сожалению, женский. То есть у нас нету ангельского, амбициозного, алая. У нас нет, алый есть и алый. А почему такое разделение? В общем, имен мужских здесь для коней, к сожалению, очень-очень мало. Я бы хотела его как-то по-другому немножко называть. У меня были идеи. Но, опять же, нету окончаний в русском языке, в русской локализации. Это очень режет глаз некоторым игрокам. Если, к примеру, они видят, что едет там грациозный с женским именем на конце. И тебе говорят, о, какая классная кобыла. Ты говоришь, это жеребец. А тебе говорят, почему? А я на конце. Я говорю, потому что имени нет мужского. А хочется там, допустим, имя на русском языке мужского рода. Поэтому я покупаю кобылу просто потому, что мне нравится имя. Имя, ребята, порой оно дает характер лошади. Так вот, здесь у нас будет амбициозная платина. Мне очень нравятся вот эти вот ее светлые участки масти. И они действительно мне чем-то напоминают натуральный, скажем так, необработанный цвет. Как будто бы платины. Не знаю, очень странно. У меня отсылочка, конечно же. Но, тем не менее. Поэтому будет взрослая кобыла. Амбициозная платина. Французский сель третьего поколения. Без изменения прически. Эта лошадка стоит 900 СК. И, ой, ребята, мне так страшно. Мне так страшно нажимать на покупку лошади. Потому, что это прям очень страшный момент, когда ты берешь лошадь. Не просто там какую-то лошадь на конюшню подписчику, а это первая лошадь данной породы. Как бы, он попросил именно эту породу. И он просто не знает, какой масти окажется сама лошадка. Так что, утренняя покупочка. Французский сель. Взрослая кобыла. Амбициозная платина. Ну, что ж. Ну, кстати, да, она такая вся прям дергана. Прям амбиции из нее так и про. Что, покупаем? Да, да, да. Ой, какая классная. Нет, я соглашусь. Масти, вот пеги и масти. Они очень классные, яркие, интересные. И прям вызывают такой некий ах, вау, когда на них смотришь. Я лично себе, наверное, основной аккаунт, такую лошадку покупать не буду. Но я очень рада, что я купила эту лошадь Багумили. Ну что, все купили. Первого французского селя человеку на конюшню. Поэтому быстренько отправляемся непосредственно на конюшню. Идем смотреть лошадь. Ну, а также подбирать комплекты амуниции. Так, вот мы оказались на конюшне. Насколько я помню, лошадка должна быть где-то... А, вот он, вот он, вот, 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 вот он, вот она. Амбициозная платина. Ну что, здравствуй, кобылочка. Да, привет, как у тебя дела? Первый французский сель на конюшне. Ну что ж, я безумно рада за данный аккаунт, за хозяйку. Надеюсь, ей данная масть понравится. Смотрятся они очень красиво, элегантно, спортивно при этом. Надеюсь, что, да, амбиции у нее будут направлены хозяйкой в нужное русло. И все у них будет хорошо в спорте. Но сейчас давайте посмотрим, какой же сет амуниции можно подобрать данной лошади. Ну что ж, мы немножко поковырялись, немножко покопались. И нашли вот такой вот сет. Правда, пришлось взять вальтрап и черное седло с лепициана. Потому что я не нашла еще одно черное, новое конкурное седло. И не нашла подходящий вальтрап. Ну что, ребята, мне кажется, смотрятся они вместе очень классно. Прям спортивно. Вообще, французские сели, они еще у нас высокие, стройноногие и очень спортивного вида. Давайте же выйдем и посмотрим, как эта парочка смотрится в работе. Вот так вот шагаем мы очень красиво. Масть смотрится классно. Прям вообще. Я в первый раз сейчас сижу на французском селе данной масти. И хочу сказать, что действительно она очень крутая. Прям разработчики постарались над пегами и лошадками в этот раз. Потом рысь. Ну что, да, персонаж прям един, мне кажется, по энергетике с этой лошадкой. Потом у нас идет манежный. У меня, правда, такое чувство, что они немножечко как будто бы отредактировали лошадь. Но, возможно, это разница из-за того, что мой основной аккаунт в 25 уровне. Там скачка больше, чем у богумилы. У нее 14 уровень. Дальше у нас голоб, точнее, просто голоб. И карьер, который у нас закрыт. И мы сейчас не сможем его открыть, потому что первый уход за лошадью это привилегия для хозяйки. И у нас специальный аллюр. Это вот такая вот свеча, как дыбы у андалуза. Мы, кстати, проверили, они действительно один в один. Ну что, ребята, вот такая вот покупка у нас вышла. Очень достаточно простая по выбору. Не пришлось никуда бегать, носиться, вспоминать, где какие лошади, какие лошади есть на аккаунте, каких лошадей нет на аккаунте. Но, тем не менее, это очень упростило мне выбор, как бы, покупку лошади. Изначально хочу сознаться. Я думала над покупкой серого. Именно вот серого с такой светлой мордашкой. Но все-таки, когда решила присмотреться к вот этому коню, хотела сказать, но нет, это все-таки кобыла. К этой кобыле я поняла, что да, это то, что нужно этому персонажу на этот аккаунт. Ну а на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ну а на этом все. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»